Всем привет дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Киберпанк 27.7. Мы находимся в подземном комплексе вместе с нашей малышкой Джуди для того, чтобы спасти Эвелин Паркер. Ту самую куклу, которую мы с прошлой серии и с позапрошлой ищем. Что было? Что-нибудь было? Да ничего не было. Ни капли, никакой пощады всех нахер убивать. Зачем вы все нужны? Вы забрали подружку моей подружки. Похитители подружки моей подружки, мои враги. Такая вот арифметика. Что за новый предмет у меня там? Я все хватаю, а хрен его знает. Сделай что-нибудь, Вик! Я тут сейчас сдохну! По какой причине? Объясни. Вот что ты орешь? Вот объясни, пожалуйста. Вот что ты сейчас орешь? Ты по какой причине должна сдохнуть? Объясни мне, пожалуйста. Сдохнет она. Живи. А я пока научусь коды взламывать. Это что? Буррито для крутых. Это хер его знает. Это мне не надо. Почитаем. Химия. Незримая убийца. Химия. Незримая убийца. Давно известно, что... Что? Ави или Ови? Что Ави выбрасывают в воздух множество вредных веществ, таких как алюминий, диоксид углерода, оксид серы и серная кислота. В ходе исследований также было выявлено присутствие отмерших эритроцитов и кишечной палочки, а также хлорида натрия, поваренной соли. Не нужно быть ученым, чтобы догадаться, насколько эти вещества вредны для организма. Мы обнаружили, что сердистые соединения приводят к образованию роковых опухолей и заболеваниям сердца, а также ослабляют и даже разрушают иммунитет. Также они могут спровоцировать спонтанную зубную гидроплазию и острый менингит. Ну хорошо. О! Да! Учимся взламывать. Я не знаю, как это делать до сих пор. 55Е9. Есть? Нет. А если вот так, например? А-а-а! Вот так вот, если? 55Е9, Е9, 55. А вот так? Нет. А вот так, если? М-м-м. А вот так? Установлено. Е9. Е9. 55? Не хочет он взламываться так? Блин. И что, забрал я? Время вышло. Выберите код. Ну, выбираю. Я сейчас что-то забираю? Хрен его знает. Да! Что-то извлек, я так понял. А может, нет? Напишите в комментариях, потому что я не понимаю, как этот механизм работает. Совершенно не понимаю. Это что такое? Да нет, в общем, бузня какая-то. У нас уже практически был стелс, да? А вот что ты орала? Объясни, Джуди. Ты хорошая девчонка. У меня с тобой прекрасные отношения. Ты ведешься... Похоже, Снафы, это только вершина айсберга. 25. О! Виниловая пластинка. Ну, давайте. Давайте возьмем, что потом торгашу ее спихнем. Домашний что? Домашний приход. В наши дни у полиции нет времени проверять, курят ли дети сигареты с чем-то покрепче табака. Дизайнерские наркотики можно купить практически где угодно. Самое время вернуться к корням. Зачем выкидывать кучу денег и кормить дилеров, если можно сделать нужную смесь у себя в гараже? В этой книге мы дадим простые и подробные рецепты ваших любимых стимуляторов. Попробуем. Попробуйте, вам понравится. Надо же. То есть, они здесь, я так понимаю, производили какие-то всратые стимуляторы, чтобы дети не курили в гаражах, да? Воняет пропилметианином. Похоже, тут готовят РПМ. О, РПМ. Моя любимая приправа к завтраку. Да? РПМ. И как это расшифровывается? Рот, попа, мразь. На больше у меня фантазии не хватает. Если знаете, как это расшифровывается, напишите в комментариях. Может, все это имеет более эстетически привлекательное название, я не знаю. Окей. А с этими что? Я могу их просто убрать, например. Да? Делай что хочешь, только быстрее. Джуди, не беси, пожалуйста, ладно? Я видал, как он живет. Фиолетовое оружие. Ему так полагается. Вы видели, да, друзья? Он начальник, потому что на него куча хуесосов пашет ни за что. Хуесосов. Сейчас, давайте посмотрим. Допустим, ты бран. Но как ни крути сейчас, что ни делай, все равно окажешься в хуесосов. Может, и нам пора заколачивать по плоде? Я вот думаю, знаете что? Это как? Я вот думаю, вот отсюда, в принципе, вполне удобную. Это камера по мне работает? Да нас уже увидели, солнце мое. Ну что ты начинаешь? Нас уже увидели. Собственно, на это и рассчитано. Кто там? Зря ты туда залезла. Зря. Ой, зря. Люди, сейчас я разберусь с ними. Смотрю мое. Все? Что? О, еще один пришел, деятель. Все? Нет, смотри, еще хочет алюлиться. Сейчас алюлиться. Пепельница. Ну это сильно, конечно. Такое себе удовольствие. Забираю я? Конечно, я это и забираю. Все я у тебя взял. Ну, слава богу. Ты посмотри, мы здесь поршили. А что ты думала? Теперь идем в коридор. Джуди, подожди, не суетись. Хорош меня подгонять. Да, я изучу игру хоть чуть-чуть. Что? И кто меня вудисте спины увидел? Вопрос нескромный. Вот и гни. У кого-то глаза на жопе, конечно. Тра-та-та-та-та-та. Он живой еще? Видимо, да. Так, я перегружен. Это все от моей щедрости, друзья. Это все от моей щедрости, да. Ну, давайте разбирать. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я пока до сих пор не научился понимать, выгоднее ли оружие продавать. Или разбирать. Вот фиг его знает. 120 может продавать выгоднее. Не знаю. Но пока разбираю, короче. Это мы тоже разберем. Сколько? А, 103 вообще. Детский урон. вот эти пукалки тоже разбираем это столько у меня всего нифига себе о сейчас мне сразу станет полегче так это что у нас это пеколь дэй а это автомат на пеколь чу есть какие-то модификации есть нету давайте пока все это разберем дело я просто думал что если разобрать что-то полезное появится но судя по всему нет и я помню я помню не кричи там было фиолетом было фиолетовое оружие это я помню прекрасно да не надо нервничать о чё взял люди отойди пожалуйста это что такое что за m 179 акилес увидят уходи оттуда до нас уже увидели джуди покойный мой покойный друг джеки не справились подожди все он готов что чуть переживаешь что не кричи же ты аж с тобой солнце моё ладно джуди можно мне не мешать а я попал ты удивлена но ты ждешь со специалистом чуть удивляет сигуру какую-то взял все хорошо давайте посмотрим что тут можно вместо пистолетов воткнуть это что дефендер давайте этот дефендер возьмем и мне не совсем понятно с чем его сравнивает игра вот правда непонятно вот допустим пистолет да это что такое 144 это db2 сатара 137 а это что стопать что эпическая ягс ну-ка давайте-ка вот это поменяем на вот это и посмотрим что в итоге у меня получилось сколько на него патронов 33 патрона но я пока не совсем понимаю каким этим каким образом с этим эпическим оружием воевать опасная зона чем не опасного мы не всех врагов еще положили что ли все скрытность до прокачали у меня бешеная скрытность серьезно прям офигеть у меня есть потрясающее оружие ближнего боя моя катана ахеренная катана это что такое это кто в 6 кристалл получен в 6 кристалл я не знаю что такое в 6 кристалл открывается конечно открывается о мы сюда просто пришли не совсем так как надо было видимо ну да ладно это не проблема это что это здесь нет это не здесь давайте почитаем за чертой сочувствия вчера я видел по телевизору следующую сцену где-то на ближнем востоке отряд милитеха ведет бой то ли с террористами то ли с наемниками конкурентов может и вовсе с актерами это нигде не объяснялось и в целом было совершенно неважно у одного из солдат было оборудование для съемки брейнданса наверняка эту запись через пару дней можно будет купить в любом киоске включаешь и хоп ты уже на войне переживаешь тоже что и они чувствуешь кровь на губах холод винтовки которую сжимал оператор но это ладно хуже всего хуже всего что монтажер брейнданса непременно склеить его так что красиво показать оружие логотип производителя в этом и смысл зритель должен захотеть его купить может даже с такими же гравировками и насечками с доставкой на дом еще лет 20-30 назад мы задавались вопросом когда же человечество перейдет черту за которой не будет места сочувствию сейчас трудно даже поверить что эта черта когда-то существовала да очень много философских мыслей да в игре обалдеть забираем естественно подключаемся а чё тут применять насчет бочек привет а сколько мы вчера бочки переписка какая-то текущий месяц из живущего актера вынимают импланты затем идет ампутация конечности удаление внутренних органов смерть от потери электро актриса без таланта выступает на сцене перед может то что мы смотрели кардакян был скончался 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 но обратите внимание эвелин нету чё я захватываю что я хочу захватить джуди чё ты вылазишь я тебя вижу но и чем проблема джуди ты короче у меня тут это дочь и наследница покойного хамака заглюковала я так думаю конечно пойдем оружие это надо новое проверить чё за патрики на что они новый предмет я получил к керамическую хрень ну вот у меня теперь джуди будет всегда маячить что ли очередная история давайте почитаем живы здоровы банды нью-йорка а night city привет давайте так жив здоров бань банды night city привет давайте знакомиться я сержант допс маленькая инструкция которую вы держите в руках содержит информацию о самых крупных бандах night city из нее вы узнаете в какие районы лучше не заходить как распознать членов банды и как избежать конфликтных ситуаций животные эти звери далеко не безобидно они накачаны гормонами такой степени что больше похоже на горы мяса чем на людей животные обычно не пользуются имплантами за исключением внешних модификаций которые должны сделать их похожими на зверей и птиц они очень часто проявляют агрессию нападают без повода вопреки названию животных нет со своей территории стаи этих жестоких гигантов встречаются по всему городу шестая улица издалека их можно принять за солдат в увольнении они носят военную форму щеголяют нашивками с американским флагом и выкрикивают патриотические лозунги будьте бдительны на самом деле это опасные бандиты которые могут перерезать вам горло под любым предлогом особенно часто их можно встретить в из дель рей шельмы красивые девушки и симпатичные парни будут заманивать вас свои объятия но не спешите поддаваться их чаром они любят пользоваться своей привлекательностью чтобы очистить ваши карманы и это в лучшем случае штаб-квартира шельм считается грязный бар под названием лизиса это заведение лучше обходить как можно дальше мельстрим если вы окажетесь промышленной зоне от сона мы советуем не оказываться там без веских причин берегитесь людей без лица это члены бали банды мельстрим они известны своим пугающим ритуалами например на церемонии инициации всем новичкам вырезают глаза и нос и вживляют светящиеся красные импланты если эти люди делают такое друг с другом что же они способны сотворить с другими на этот вопрос лучше не искать ответа тигриные когти неоновые татуировки с восточными мотивами катаны сюрикены гоночные мотоциклы неизменные атрибуты банды тигриные когти которая действует в основном джапантауне вас не тронут если вы не будете никого провоцировать но опыт показывает что спровоцировать когтей можно чем угодно валентина членов этой банды легко узнать по золотым зубам золотым имплантам золотым нательным крестам нательным и золотым мачете пусть вас не обманывает христианская символика валентина далеко не всегда готова возлюбить ближнего своего тот кто переходит им дорогу оканчивает свой земной путь на дне залива дель каранада вудуисты эта банда базируется в пасифике но жертв ищет в другом месте в сети именно вудуисты считают лучшими нетранерами в преступной мире night city конечно же это не значит что они не могут дать отпор при личной встрече держитесь от них подальше если не хотите обрести сходство с ритуальным черным петухом остаться без головы не не хочу вот как этот глюк починить джуди альварес видимо никак идемте дальше так стопа я могу стать сохранить 100 или в опасной зоне игра не сохраняется и сохранена отлично прекрасно чудесно великолепно я счастлив у меня 24 гранаты 31 хилка но я сейчас тут вообще всех нахер повырезаю все и никаких проблем это да это хорошо зря 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 я с катаной родной еще кто то есть что как я просрала из этого божественного оружия кто смысле я ничего не понял что это было кто в меня выстрелил и с одного раза снес бред какой-то я вроде всех повырезал нафиг странно ладно очень было интересно мне ну-ка пойдем так сюда мы заходили патроны здесь я правда что можно сделать сейчас найдем все готов нет не выйду я боюсь он откуда по мне жахнул вот никто не объяснить откуда этот мудель артем он по мне жахнул не пойму можно и даже нужно что это что-то я взял фиолетовое что-то я взял фиолетовое из нее вырезали все импланты это кто и заодно пару внутренних органов чего добру пропадать правда но это не именно запасливые ссылки мусорщики сколько их не отстреливай в какой-нибудь перри все равно найдешь еще больше приходилось иметь с ними дело да уж подожди ка с этим я разберусь чуть позже о сейф короче фиолетовое самое козырное насколько я понял клинок физический урон что такое разберемся позже еще взял гранаты от что-то хилки наверно 38 хилок у меня да я и имею в наличии 38 хилок и меня снесли с первого раза ужас нет не то вот это мне нужна оружка да ну и никто эти объяснить откуда он зашел и меня снес я прям не могу мое самолюбие уязвлено вот говнюка их их тихо разберемся колись родной вот так все еще разочек пожалуйста заткнись скотина и сдохни разок как этих мразей определять а вот как а ну-ка у меня тоже такая пушка есть все готов гаденыш как бы этих никто не нет раннер или как их там зовут то никак не могу я научиться их вылавливать научусь им всем плохо будет серьезно вот это улетает хилка и бесит то что тупо не понимаешь кто это делает он живой что ли еще я почти в упор этому говну выстрелил что что это было я не буду это удалять я вообще не понял что это за фигня так произошла такая фигня как такое вообще может быть я подошел выстрел он взрывается и меня шуль сносит интересное шапито ладно пошли за патронами посмотрю что можно сделать посмотри посмотри джуди сейчас с этими мразями разберусь готов отлично это почитаем когда перестрелка закончится отлично это что неплохо 284 забрали забрали где это говно выходи пожалуйста готов готов тоже готов еще там есть нет раннер да говно или как его там завод я разберусь я разберусь так долбит такое впечатление как будто он тебе всю хилку сносит а по факту нет там еще один деятель есть давай колись а это бочки что ли это бочки были все порезали до порезали теперь давайте пойдем проведем расследование что тут взорвалось в прошлом раз раз выключи там какой-то глаза стыда появился деятельный деятель очень ну-ка иди сюда я не перезарядил в прошлый раз на его не успех потому что катану вытащил ну ладно ютуб 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 отлично ладно пока с этими деятелями разберемся облутаем их быстро я думал он здесь а его тут не оказалось у по всему так у меня грузоподъемность просто весь лимит грузоподъемности закончится еще там же я столько понабирал 32 хилки значит наверх над подниматься я думаю я никого здесь не вижу очень интересно а кто что да это был кто это был где он кто-то болтает здесь может сектор 3 где-то редактор там со студией получилось что-нибудь найти где-то редактор сейчас почему-то не подбираем ну и кого беречься что происходит кого покажи мне того кто меча здесь упрется я пока никого не вижу то мне здесь упрется ну чё получается чтоб через ту дверь выходить больше никак да ток так выходи пошли естественно нас увидят где-то он живой джуди ты мне мешаешь вообще ты в курсе нет все да все кто это орет я не буду разбираться мирные вы не мирные для меня вы все один хрен враги так что друзья может вы и хорошие люди не знаю я в это вникать не буду не пофигу мне надо выжить потому что я не один да вот такой вот у меня оправдание я выживаю вот здесь воняет мусором люто жутко просто невероятно да серьёзно у нас давно уже услышали это что там лифт наверно до сюда маркер показывает сюда ща подожди откроем готова так отлично вот тебя мы конечно снесем ибо ты действуешь мне на нервы лутаем у меня еще грузоподъемности ой здесь что строгие брюки байлонг закреплены что такое сейчас будем шматье менять сейчас будем менять шматье так какие там брюки да появились у меня это что такое 21 21 вот фиолетовые прям у меня давно короче хорошее появилось а между вот этими этими какая переодевайся вот так по моему что то еще появилось вот сюда да это что противогаз шельм с особым защитным слоем мы с противогазом будем ходить и как это выглядит все защитный костюм бинты и что и зачем это надо это бред какой то вот здесь что то новое видимо есть конечно 29 вот сейчас на мне что используется а вот 29 и 2 отлично модификации грузоподъемность плюс 5 ну ка поход плюс 5 груза используется а это скорость передвижения изменить длительность урона повышает скорость передвижения увеличивает грузоподъемность эффектов на 8 процентов но показ грузопульс пока будет этот пока оставимся со своей грузоподъемностью пока ничего трогать я не буду броньку мы увеличили пока мне мой так называемый сетап нравится что еще я хотел больше 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 пока ничего там еще какая-то какая-то шмотка у меня так новый предмет сейчас сохранимся чтоб потом не забыть и в итоге не переигрывать все это это эвелин только не трогай ее если она пишет ты сожжешь ей мозг я разорву соединение я ничего не пишу джуди успокойся давай хоть пойти посмотреть что там происходит возьми его и скажи когда будешь отключать я разорву соединение одновременно с тобой взять кабель подожди-ка я поговорю с джонни слышь джонни что мне сейчас делать то делай то зачем пришел спрашивай пока не узнаешь правду джонни она без сознания или очень хорошо притворяется да не я спрашивать не буду она ну что я готов охереть я скажу когда пора я тоже раз два три давай а ее кабелем убивали что ли ничего себе слава богу эва эвелин ты слышишь меня ну задавайте какие-то вопросы сейчас я что думаю что с ней случилось честно я не знаю похоже на серьезную психотравму не выносить надо конечно какой допрос она вся посиневшая я заблокировала двери и перезапустила лифты лифт был там вот слева идем к лифтам да 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 слева это я помню да мы ее конечно спасли куда ты пошла джуди лифт вот он что значит уйти и ну давай тебе трудно что ли ну хотя бы одну ради меня чего не сигареты для позеров да еще и воняют можешь нести любую хуйню только затянись нет кто блять не курит и не пьет тот здоровенький мудак ну что заходим а куда мы заходим я ничего не понял дадим им немного времени ты же видел ее если бы от меня что-то зависело я бы вернул ее в сознание и допросил прямо там на студии игру сохранить можно как кого черта мы должны великодушно ждать пока эта тупая шлюха проснется и поймет что над только от тебя тут ничего не завис пошли идем поговорить с джуди пойдем я думаю что за херня сбой в работе задание мы сделали вроде уснула ну мне так кажется по крайней мере закрыла глаза и перестала трястись я бы ее давно убила если бы мне ее не было так жалко почему ты на нее злишься когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе я чуть тебя не послала джуди у меня не было другого все нормально тогда я не понимаю сейчас поймешь я тебе покажу вирты которые нашла сколько брейндансов тебе удалось выдрать два из них только один целый понятный остальное ну все в том же состоянии как сейчас с Эвелин то есть ты их уже видела да пришлось поработать чтобы хоть что-то понять но я не хочу тебе навязывать никаких выводов просто посмотри и составь свое мнение окей показывай погоди дай установлю параметры посмотрим правда ли наша кукла потеряла тар речи пойдем ну это уже будет все дорогие друзья в следующей серии мы ее спасли я надеюсь что это что мы правильно себя провели что это важно ну хрен знает может она правда нам расскажет что интересное ссылку на плейлист в описании ссылка на плейлист в описании под видео подписывайтесь на канал на паблик на инстаграм ставьте лайки пишите комментарии жмите колокольчик всем до новых встреч и всем пока